Служба экстренной медицины уже два года не получает госфинансирование. Об этом заявила замглавы комитета Рады по вопросам здравоохранения Ирина Сысоенко. Она вместе с медиками обратилась к премьер-министру с просьбой решить эту проблему. Иначе, по мнению народного депутата, Украина потеряет экстренную медицину. Кроме этого, врачи требуют поднять зарплаты, обновить парк карет скорой помощи и отремонтировать отделение. Мотивация работников для экстренной медицинской помощи заключается не только в зарплате и в покупке автомобиля. Это еще и современное оборудование, которого недостаточно. Это и закупка одежды специальной медицинской. Это и создание пунктов постельного базирования. Это и создание дополнительных подстанций. Майже щомесяця извольняются водії, фальшари, лекари, бригад экстренной медической помощи. Потому что они не могут выжить на минимальную зарплату 3700. И таких низких зарплатных зарплат нема в никакой стране мира. Только Украина так принизленно ставится к тем, кто действительно спасает и сохраняет жизнь. Мы все понимаем, что если вопрос зарплатных зарплат не будет в ближайшее время решено, то, по сути, скоро не будет кому приезжать на выклики к пациентам. Подробнее о новых правилах работы скорой помощи и о проблемах экстренной медицины Ирина Сысоенко расскажет в пятницу в 20.00. Она станет гостем программы «Подробности недели» с Алексеем Лихманом.